Привет, девчонки! Сегодня я стараюсь ответить на ваши вопросы. Гиля, ты очень стройный. Это от природы или ты сидишь на диете? Да, нет. У меня генетика такая. Мои родители тоже не такие. Они такие все худенькие. Но я, конечно, я всегда стараюсь есть хорошо, потому что наша профессия нужна этому. Но я никакие диеты особо не делаю. Гиля, в чем плюсы и минусы высокого роста? Да, это интересный вопрос. Плюс того, что защищать ворота удобно. Минус. Иногда бывает, что у меня много раз разбил голову в все двери. Обычно бывает много раз, чтобы двери маленькие росты. Я постоянно выбиваю голову туда. Гиля, ответь, пожалуйста, мне. Где девушки красивые? В России или в Бразилии? Для меня в России, в России и в Бразилии. Но в Бразилии, в России количества много. А в Бразилии, здесь в России ты можешь найти красивую девушку везде. В Бразилии не так. Там есть очень красивую девушку, но это сложно найти. Для того, чтобы ты найдешь хорошую, красивую девушку, должна заходить в хороший ресторан. А здесь нет. А здесь любое место. Даже на метро, на автобус, в вокзал. Везде есть. Гиля, какой самый обидный гол для вратаря? Ой, честно, но всегда, когда пропускаю, это обидно. Но я не говорю между ногу, но потому что бывает, когда ты пропускаешь между ногу, не такой. Бывает, ты играть ближе к игроку, и ты пропусти между. Я не считаю, что это ошибка в вратаре. Но за длинные расстояния, когда ты получаешь удары очень далеко, и ты пропускаешь между ног, это да, это очень обидно. А вот когда ты с Уралом два раза в своей вороге любила, обидно было? Нет, потому что это совсем по-другому. Это считаю, что то же самое. Было очень близко. Я реагирую с ногами, но в мяч попал неудачно и залетел в ворот. Гиля, привет. Если бы ты вернулся в прошлое, что бы ты извинил в своей жизни и в своей карьере? Это и сложный вопрос, потому что карьера, я считаю, что начало, когда я приехал в Россию, я могла бы больше серьезно относиться к моему перееханию сюда. Я переехал сюда очень молодой, и я не заметил, что у меня такой шанс уже на такой, ну, так молодой. И если бы я относился к этому чуть-чуть посерьезнее, я считаю, что у меня успех здесь, в России, начинает уже раньше. Не так поздно, как начинал. О каких самых смешных стереотипах России ты слышал? Самое смешное, ну, когда ты сидишь с русскими, например, ребятами, на какой-то важный случай, например, день рождения, и все пьют водоку, и каждую минуту вставать, и тост сделать. У нас в Бразилии такой нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостя. Гиля, вспомни свои первые впечатления о Москве. Первое, когда я приехал в Россию, это было летом. Я удивил очень, потому что в Бразилии все думают, что здесь всегда холодно. Не важно, какой-то, если летом, или здесь. Для нас там, я особо, я раньше, я думаю, что здесь всегда холодно. Не бывает летом жара. И когда я приехал здесь, было жарко, и это было в августе. Жара, и город очень красивый. Я удивил очень. И в этом моменте я был очень счастлив, что я выбирал сюда переехать. Как в России относятся к бразильцам? Как русские люди относятся к бразильцам? А это она должен мне отвечать. Я шучу. Но я считаю, что это очень хорошо. До сих пор иногда я гуляю на улице. Я познакомился с человеком. Он не знает, кто я. Но когда я ему скажу, что я из Бразилии, они вообще, ну, они очень хорошо к этому относят. Потому что я из Бразилии. Я не знаю, почему. Может быть, потому что у нас такая страна, которая счастливая. И может быть, из-за того, что у нас тоже очень популярный футбол, карнавал. И вы все это тоже любите. Но со мной всегда было хорошее отношение с первым моментом, когда я познакомлюсь с незнакомым человеком. Ты как думаешь, ты добился бы успехов, если бы продолжил играть в мини-футбол? Я думаю, нет. Потому что я очень высокий. Я думаю, нет, вообще у меня не получится. Сто процентов. Гиля, ты умеешь садиться на шпагат? И важно ли это для вратаря? Сидит на шпагат? Растяжка. А, растяжка? Да нет. Нет. Я вообще не могу. Если я это стараюсь сделать, наверное, я буду уповаться. Мы сейчас сзади. Гиля, какие ты знаешь русские пословицы и поговорки? Русский пословский? Пословицы, поговорки. Без труда не вытащишь рыбку без труда. Я не знаю. Я знаю много, но я не вспомню. Я уже слышу много раз какой-то. Но я не могу это говорить. Я не вспомню. Расскажи, вот как у вас пришла идея с Марио Фернандовским? Представьте. Видеть грека в реке – рак. Суну грека руку в реку. Рак за руку греку цап. Ну, пришла идея от нашей пресс-старши. И они меня попросили это делать. Я первый раз это видел. Но у меня получилось хорошо. Я читал, конечно. И у меня быстро все получилось. Гиллиан, ты следишь за модой? И какой стиль одежды ты предпочитаешь? Я не такой фанат моды. Я не слежу за этим. Но иногда бывает, когда я хочу одевать как спортивное. И иногда бывает, что я хочу чуть-чуть посерьезнее. Не знаю. Это я сам. Я сам выбирать мои одежды. И никакой фанатизмы нет. А в букмете кто сам может? Я не знаю. Может быть, мерочки. И Смоулов. Они любят такие. У меня я уже не такой, как сказать, взрослый. Я уже взрослый человек. Я буду за этим следить. Гиллиан, расскажи о Марио Фернандесе. Марио очень... Ну, вообще, и слова нет. Очень хороший парень. Я с ним всегда был очень хорошим отношением. И я очень благодарю за то, что у меня есть возможность знакомиться с таким человеком, как он. Как человек вообще без слов и как футболист тоже. И, ну, вот так, он хороший, очень хороший парень. Как ты думаешь, почему он по-русски не говорит? Как все понимает? Я думаю, что он стесняется. Он все понимает. И он стесняется, говорит. И поэтому он такой человек, как я могу объяснить, который стеснили... Как скажешь? Стеснили. Стеснили, да. Я думаю, за это. Гиллиан, почему бразильцы всегда улыбаются? Ну, я не знаю. Может быть, за... Ах. У нас есть много причин из-за того, что мы улыбаемся. У нас постоянно жарко. Солнце каждый день. А у вас нет. У вас особенно летом, зима. Такой грустный, погодный. И это сделает того, что... У вас есть причина, чтобы не влюбаться. А у нас причина, чтобы влюбаться. Поэтому... Наверное, поэтому. Я не знаю, как объяснить. Гиллиан, назови три способа, как познакомиться с девушкой. Моя мнение. Улыбка должна быть всегда. Второе. Ты должен быть добрый человек. Не знаю. И хороший разговор. Ты должен быть... Потому что очень скучно, когда ты... На мое мнение. Ты начинаешь разговаривать с какой-то парень или девушкой, И она не умеет говорить ничего. Просто молчает. И... Для меня это очень важный разговор. После завершения карьеры ты останешься в России или вернешься на родину? Я до сих пор не знаю. У меня есть изменения. Но мне кажется, что я здесь остаюсь. Может быть, я буду жить не в России, постоянно. В Европу. Я не хочу в Бразилию пока возвращать. Я, наверное, буду жить в Европе. И... Постоянно здесь буду. Но в Бразилию, я думаю, не возвращаю. Гиля, что ты любишь покушать? Я очень люблю мясо. Я на последнее время стараюсь меньше это есть. Но это мое любимое блюдо. Мясо. Я очень люблю. Обожаю. Стейки. Готовить, умеешь? Да. Я всегда барбекю жарю раз в неделю минимум. Но я люблю сам готовить стейки. Говедные. Это мое любимое. Где поддержка трибун круче? В Бразилии или в России? В Бразилии они больше... Ну, фанатизм намного больше, чем здесь. Но в другую сторону, я считаю, что на последние два года это тоже начали, здесь растет. Вот это фанатизм футбол. Но что мне там нравится? То, что в Бразилии они всегда приезжают на стадион, стадион полностью, и они постоянно поддерживают команду. А здесь тоже есть такой... Но еще один, в Бразилии, у меня не нравится, потому что они путались, перепутались. И за такие сильные фанаты, фанатизм, которые не есть в футбол, они, если результат не подойдет, ну, не подойдет, результат постоянно плохой, они уже начали угрожать нас. И вообще отношения без уважения, и это у меня неравенство. А здесь в России совсем наоборот, вы уважаете нас, и неважно какой-то результат был. Например, вчера мы играли против Ростова, мы поиграли дома, и до последней минуты все сидели на стадион и подъезжали к нам. И даже когда игра закончилась, они хлопали для нас, поэтому это очень хорошая вещь, которой в Бразилии нет. Гиля, какая у тебя самая любимая русская песня? Можешь она петь? Петь не могу вообще, но у меня есть несколько, которые мне нравятся, но сейчас я не знаю, как название. Петь, я могу тебя потом скинуть, ты ее в том рекламе. Ты веришь в приметы? Какие традиции соблюдаешь перед матчем? Ну, я это не сильно верю, но я всегда перед мячем молюсь и прошу Бога, что он нам страхует за здоровье. Это самое главное. Гиля, какие места в Бразилии обязательно нужно посетить? Ну, Рио-де-Жанир, да. Для меня это самый красивый город в Бразилии. И еще, расскажи о своей семье, часто ли вы видитесь? Родители, да. Они раз в год, но всегда, когда летом приезжают. Кстати, они сейчас здесь в Москве со мной. И тоже, когда я в Бразилии, я раз в год летаю в Бразилии тоже. Получаю два раза в год. Гиля, у кого в сборной самая стильная прическа, а у кого не очень? Самая стильная прическа? Не знаю, может быть, Ахметов? Да, Ахметов. Не очень. Честно, я сейчас не такой, не очень, не очень хороший, но сегодня я буду постригся. Я уже давно хочу это дело. Но я считаю, что сейчас, в дальний момент, это мой. Не очень. Гиля, бывает, что ты на поле думаешь о посторонних вещах? Если да, то о чем? Но это не бывает. Не бывает. Пока, до сих пор это не разу было. Я всегда, когда на поле, стараюсь очень сконцентрироваться на игру. Девчонки, спасибо за вопрос. Было очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!